Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня мы с вами выкатим из ангара П-43БИС. А перед тем, как мы с вами начнем, хочу попросить каждого из вас подписаться на мой канал, поддержать мои начинания, поставить лайк этому видео в виде оценки моих трудов и стараний. Итак, П-43БИС. Это первый танчик, который вам необходимо будет пройти на пути к проджете 65. Что он собой представляет? Посмотрим на его технические характеристики и главное отметим для себя то, что я отмечаю всегда как главное для себя лично. 140 единиц бронепробития, 225 единиц урона, углы склонения не к черту 7, ну а поднятие вверх 20. 1752 единицы урона в минуту не являются там какими-то существенными показателями для этого уровня, но и довольно неплохо. Время перезарядки 7,7, долговатое для этого орудия, сейчас вы это увидите в бою. Дополнительный двигатель я открыл всего один, что же касается топового, что же касается гусениц, я их не открывал, мне и так было комфортно играть на этой машинке. Ну а оставлять ее в ангаре я, честно говоря, не захотел, она мне как-то не сильно зашла, я бы сказал, что не зашла, она мне в принципе вообще. Хотя и хлопот для прокачки не предоставила. Итак, закатываемся в бой. Итак, ребятки, мы зашли в бой, мы не зашли в топ. И для нас это, в принципе, новость не очень хорошая, потому что машинка крайне небронированная. Это СТ-шечка, и первое, что мы сейчас с вами заценим, это динамику движения данного танка. Динамика движения данного танка немножко оставляет желать лучшего. Хотелось бы чутка получше, потому что едет он не сильно бодро. Ну вот заметьте, М6, который является тяжем, он едет с нами наравне, но не кощунствовали. Да и в принципе, смотрите, он начинает под горку даже нас обгонять. Я считаю, что это просто издевательство над СТ по одной простой причине. Потому что логикой предусмотрено, что легкие танки быстрее всех, тяжелые танки медленнее всех. Ну, возможно, еще там ПТ-шки могут посоревноваться, потому что надо бы в чем-то их немножко урезать для того, чтобы компенсировать урон, который они наносят, и возможность работы на большом расстоянии. Что же касается СТ, то это должны быть действительно средние танки, не вашим, не нашим, соответственно, во всем, что только предусмотрено. Не вашим, не нашим по урону, не вашим, не нашим по перезарядке, но и, соответственно, не вашим, не нашим по скорости и динамике танка в игре. Здесь же получается действительно какое-то издевательство над танкистом, потому что такое впечатление, что едешь на тяжи, играешь с уроном как на СТ, ну а разносят тебя как ЛТ. Итак, возвращаемся к нашим баранам. Бронепробитие у нас не какущее на дальних расстояниях против ТТ и каких-нибудь укрепленных танчиков и ПТшек. Точности на дальних расстояниях тоже нифига нет. И спросите вы, а что же у нас есть? А у нас есть с вами желание выкачать Проджету-65 по той или иной причине, потому что она вам нравится. Ну а значит отыграть на этом танчике вам тоже придется, если вы не из тех, кто просто возьмет и сольет полностью какую-то часть свободки для того, чтобы с нуля открыть весь танк. Хотелось бы отметить, что для открытия всей вот этой вот веточки я не потратил ни грамма своей свободки на основном аккаунте. Почему так? Да потому что в принципе танки играбельные. И что бы я сейчас не рассказывал про то, что минус то, минус в этом, танчик плюс-минус играбельный и на нем можно отыгрывать. Бои не будут у вас равномерно хорошими. Вы безусловно не будете офигенно отыгрывать каждый свой бой. Будут бои, в которых вы будете там, ну позорно сливаться, вас будут разбирать, потому что вас окружили и вы заехали в какой-нибудь замес, а ваших союзников с вами нет. Вам будет тяжело кого-то пробивать и такое тоже будет встречаться. Но сам танчик, он все равно продолжает предоставлять вам возможность получать удовольствие от боев, в которые вас забрасывает на нем. Ну вот написали там свое мнение по поводу кого-то. Я честно говоря не совсем понимаю, кто мог это написать. Дело в том, что те, кто отыгрывают, они отыгрывают. ТТ приняли на себя определенную зону, они ее держали как могли. То, что мы медленно там как-то к ним продвинулись и не поддержали их, это уже наверное вопрос к нам, а не к ним. Ну и тем более я очень сильно не люблю вот этих вот товарищей, которые пишут какие-то гневные и оскорбительные тезы, бросаясь ими из ангара. Ну дружи, если ты уже ушел в ангар, то ну каким уж боком ты тогда к этому бою с рассказами, как надо было отыграть. Ну вот как надо было отыграть, так тебе надо было и отыгрывать и писать по результатам боя, сидя здесь все-таки еще находясь в бою, о том, как кто-то плохо что-то сделал. Ну это мое скромное мнение. Ну и второе, когда вы пишете все вот эти вот какие-то гневные и извините неприятные вещи, буду максимально толерантным и дурным, вы этими всеми сообщениями в первую очередь отвлекаете ваших союзников, которые пытаются доиграть бой и возможно вытащить этот бой так, чтобы и вам тоже принести победу. Не обскорбляйте никого, кто с вами играет, ну и старайтесь быть максимально добрыми и поддерживающими друг друга. Это даст гораздо больше результата. Итак, ребят, вот была бы у нас сейчас перезарядочка получше, может быть мы бы сейчас что-нибудь там и накосили. Но, к сожалению, что имеем, то имеем. Шанс на победу есть, 750 хп, ну и сейчас посмотрим, что мы сможем сделать. Я не знаю, насколько нас поддержит наша ЛТ, которой жить особо-то долго не осталось. Если мы сейчас с вами сделаем два фрага по недобиткам, это наш шанс на победу. Надо спрятаться, потому что могильщику мы в принципе там, ну не то чтобы на один зуб, но разобрать он нас сможет. Ай-яй-яй. Ну, дружи, мне помощь нужна. То, что ты там у себя на горке спрятался, это, конечно, очень хорошо. Но толку от этого для нашей команды не будет абсолютно никакого. Потому что сейчас на меня вот отсюда выйдет могильщик, я его даже сделать ничего не смогу. И его 103 хп, или сколько у него там осталось, я у него забрать смогу трудом, если он будет стоять ко мне мордой. И то, что ты там прячешься, это, конечно, все очень хорошо, но все же, блин, друг, подъедь и немножко помоги, блин. Все, слился, да, красавчик, молодец. И остался ГСН-1. Ну что? Вот сейчас-то мы и похохочем, посмотрим, кто кого, у кого реакция получше. Но, ребята, проблема заключается в том, что со сведением у нас полная беда. Вот прям такая бедовая-бедовая. Не знаю, ребятки, затянутый, конечно, бой. Возможно, вы перемотаете этот момент. Но, честно говоря, сейчас мне уже даже самому стало интересно, что у меня с этого всего получится. Он не становится на захват и, в принципе, правильно делает, потому что у него захвачена и так одна точка, которая по чуть-чуть, по чуть-чуть приносит ему очков победы. Ехать эту точку снимать с захвата, это дать ему понять, где я нахожусь, а мне хотелось бы все-таки засветить его первым. Итак, я в засвете. Ай-яй-яй. Ну, ребят, вот как-то получилось так. Сейчас посмотрим на результаты боя. Мы проиграли, но, мне кажется, проиграли мы на этом танчике вполне достойно. И сделали для победы все, что могли. Мы нанесли несущественных тысяч урона, зато мы сделали 4 фрага. Мы... Простите, пропустил. Мы получили опыта 1000 единиц, даже несмотря на то, что мы проиграли, потому что оказывали достойное сопротивление нашим врагам, не вышли в минус по серебрушке и заняли третье место с конца. Ну, уж как заняли, так заняли. Итак, ребят, что мы имеем на данный момент? Танчик мы посмотрели, бой оценили. Давайте еще разок. Ну, вот эта вот уверенность по поводу Изи мне, честно говоря, не совсем понятна, потому что я лично не вижу здесь причин для Изи, таких вот прям явных. У нас как-то вот супер топовых каких-то бомбовых танков в команде нет, чтобы сказать, которые сейчас прям ворвутся и начнут всех разносить в щепки. Но я очень надеюсь, что вот эта уверенность нашего союзника, она в принципе оправдается. Предыдущий бой, к сожалению, не дал нам победы. Мне очень жаль, но игра есть игра, и уже как отыграли, так отыграли. После драки особо кулаками не поразмахиваешь. Итак, танчик с собой не подразумевает танк прорыва, и ворваться куда-то и всем насыпать у вас на этом танке не получится. Не получится по нескольким причинам. Первое, динамика не та. Второе, время сведения. Я бы назвал его никудышним. Ну, вот просто от слова совсем. Ну, и время перезарядки тоже оставляет желать исключительно лучшего. Потому что 7,7, практически 8 секунд перезарядки для среднего танка, ну, как бы не подразумевает возможности куда-то ворваться и начать кому-то раскидывать. Вот сейчас наше сведение пока свелось, то, извините, ну, полвечности прошло. А плюс к тому, давайте обратим внимание на точность после этого сведения, потому что танчик на, я бы сказал, ну, полудальнем расстоянии, среднем, безусловно, его не назовешь, он занимает никчемную часть вашего прицела. Соответственно, отрабатывать танки на каком-то большом расстоянии является немножко сложноватым. Попробуем фугасом, потому что, в принципе, бронебойными и бронебойными подкалиберными какими-то вы, ну, ТТ-шек пробиваете на дальних расстояниях с, я бы сказал, завидной сложностью, исходя из, опять-таки, круга сведения и низкого уровня бронепробития. Ну, вот, вот она, вечность прошла, и мы, наконец-то, кинули, и полетело оно непонятно куда в этом кругу сведения. Ну, грусть-тоска, честно говоря, работать этой пушкой на дальних расстояниях. Ну, и, в принципе, остался нам один враг. Я думаю, что это победа однозначно, и сейчас посмотрим результаты боя уже с победой. Ну, и, ребятка, бегло по нашим результатам боя. Тысяча нанесенного урона, один добранный боец противника. Мы заняли свое третье место с конца. Мы получили в виде опыта 500 единиц с половиной, там, ну, 550, да, получается, единиц опыта. И я бы не сказал, что это является каким-то архи плохим показателем, но и не супер очень хорошим, как для шестого уровня. Но, поверьте мне, вот такими вот маленькими шажками от шага до шага вы вполне спокойно выкачаете с P43 bis P43 тер. Ну, а чего вам еще надо, чтобы не тратить свою свободку? Лучше эту свободку, поверьте, потратить на более тяжелые веточки. Ну, а данную ветку я прокачивал вообще не используя свободку. На данный момент у меня все. Играйте в танки, получайте удовольствие, фантись, возвращайтесь на мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки. Всех благ, всего хорошего, мира вам, ну и, главное, фана от этой игры.